Нанося обиду, следует устранить возможность мести. Умы бывают трех родов. Один все постигает сам, другой может понять то, что постиг первый, третий сам ничего не постигает и постигнутого другим понять не может. Первый ум выдающийся, второй значительный, третий негодный. Человек, желающий творить одно только добро, неминуемо погибнет среди столь чуждых добру. Не стоит падать, полагаясь на то, что тебя поднимут. Жадный это и тот, кто зарится на чужое, а скупым мы называем того, кто слишком неохотно пользуется своим. Друзья, которых можно приобрести за плату, легко покупаются, но на них нельзя положиться и в нужное время они ничего не стоят. Чтобы постигнуть сущность народа, надо быть государем, а чтобы постигнуть природу государей, надо принадлежать народу. Об уме правителя первым делом судят по тому, каких людей он к себе приближает. Если это люди преданные и способные, то можно всегда быть уверенным в его мудрости, ибо он сумел распознать их способности и удержать их преданность. Если же они не таковы, то и о государе заключат соответственно, ибо первую оплошность он уже совершил, выбрав плохих помощников. Люди охотно меняют правителей в надежде на лучшее, а потому часто восстают против них, но затем убеждаются на опыте, что они обманулись и стало еще хуже. Лучшее из всех крепостей не быть ненавистным народу. Какие крепости не строй, они не спасут, если ты ненавистен народу, ибо когда народ берется за оружие, на подмогу ему всегда явятся чужеземцы. Победа, добытая чужим оружием, ненастоящая. Заблуждается тот, кто думает, что новые благодеяния могут заставить великих мира сего позабыть о старых обидах. Может возникнуть спор, что лучше, чтобы государя любили или чтобы его боялись. Говорят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно. Однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх. Люди меньше остерегаются обидеть того, кто внушает им любовь, нежели того, кто внушает им страх. Ибо любовь поддерживается благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания, которой пренебречь невозможно. Если государь пришел к власти с помощью народа, он должен стараться удержать его дружбу, что совсем не трудно, ибо народ требует только, чтобы его не угнетали. Но если государя привела к власти знать наперегор народу, то первый его долг – заручиться дружбой народа, что опять-таки нетрудно сделать, если взять народ под свою защиту. Мудрый вопрошатель часто заставляет собеседника подумать о многом и открывает ему такие вещи, о которых он без этих вопросов никогда бы ничего не узнал. Люди же по натуре своей таковы, что меньше привязываются к тем, кому сделали добро сами, чем к тем, кто сделал добро им. Люди мстят либо со страха, либо из ненависти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова